Особенно, чтобы не ударили лицом грязь братья и сёстры, чтобы мы доблестно прошли, если надо лагеря, лагеря, если надо смерть, смерть, но чтобы Христос был прославляем, а не опозорен был. Вот о чём сейчас молюсь, об этом я молюсь. Вот, а здесь в Украине, конечно, благодать такая дана, и я думаю, надо ей дорожить, очень сильно дорожить и Бога благодарить за всё. Слава Иисусу Христу. И вот, друзья, хочу ещё о пасхальном седоре сказать. Знаете ли, друзья, действительно, это Пасха, это праздник свободы, и её мы едим как свободные люди, даже если ты находишься в рабстве, даже если ты, будем так говорить, внешне ты раб юридически, но ты должен быть свободным человеком, свободным в Господе. Как написал один из евангельских верующих, да, ещё сто лет назад, больше, чем сто лет назад уже, находясь в вузах Петропавловской крепости в конце 19 века, значит, за Слово Божье, тоже при царском самодержаве очень много евангельских верующих сидело, и он написал, «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма». И еврейская традиция всегда, мы кушаем, облокотясь на левый бок. Мы на левом боку облокотимся. Если не за столом, то я, скорее всего, хочу тоже сделать так, чтобы на полу мы разложились, так вот, чтобы можно было возлечь. А правой рукой мы поднимаем тосты и едим. Вот, значит, вот таким образом. То есть мы не просто сидим смирно, да, вот, значит, или стоя едим, как рабы раньше ели стоя, вот, значит, а мы возлежим, как свободные люди. И мы тем самым говорим, что мы не рабы. Рабы не мы. Мы свободные граждане, мы свободные люди. И даже если помещают нас в тюрьмы, знаете ли, вот на протяжении последних этих лет я уже подвергался неоднократно арестам, задержаниям, значит, находился, значит, в этих вот вузах, будем так говорить. Ну, не долгое время, но там они держат часы, некоторые часы только лишь. Вот. Но, знаете ли, находясь вот за решеткой, находясь вот там в этих камерах, вот, заключения, я, значит, в разных городах. И в Петербурге, и в Краснодарском крае, значит, там, и, то есть, ну, уже подвергался разным арестам в разных городах в последние годы. Но, знаете ли, каждый раз я понимаю, что даже если я сейчас за решеткой и в этих вот, как бы, узах, но я свободный человек. Я свободный человек. И я говорю, как свободный человек. Потому что со Христом и в тюрьме я свободен. Без Христа, даже если мы по разные стороны колючей проволоки, это не зависит ничего, наша свобода. Наша свобода – это в Господе Иисусе Христе, ни в чем-то другом, ни в ком-то другом. Так вот, друзья, и когда мы поднимаем третий бокал, почему я говорю, что он, это третий тост, то есть, мы запомнили, да, первый тост – это, что мы не рабы, что мы вышли из Египта. Второй тост – это, что Египет вышел из нас. Третий тост, здесь написано в конце шестого стиха. То есть, третий тост – это, так вот, в целом, можно сказать, о чудесах и знамениях мы говорим. Кстати, во время, почему он такой самый зрелищный, особенно если есть дети за столом, то это возможность как раз есть, детей немного расшевелить. Вот, значит, особенно если маленькие дети. Обыграть, допустим, чтобы дети называли вот эти казни египетские и их описывали, как бы, ну, как они это представляют, как они это видят вообще, как им это представляется вообще, воображается. И какие последствия были всего этого. То есть, каждую казнь можно обыграть, можно рассказать это подробно. И когда вовлекаешь детей в этот разговор, да, жену, детей, значит, и гостей, если кто есть за столом, то это получается очень даже, ну, получается красиво, получается зрелищно. Вот, но еще скажу, что из практики последних лет я стараюсь во время третьего тоста не только говорить о тех древних чудесах, не только о тех древних знамениях свыше, да, казнях, допустим, египетских. Но также я, значит, стараюсь говорить и гостей всех, вот как раз об этом, тоже стимулирую к этому, значит, чтобы, значит, мы говорили о тех чудесах, что Бог совершает сегодня, сейчас, в наши дни, совершает в наших судьбах, в нашем исходе. Сергия Ольга пишет. Да хранит вас Господь особенно, благословение Авраама на вас да пребудет. Аминь, 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 аминь. Слава Богу, принимаю благословение Авраамова, да, принимаю через Иисуса Христа, действительно наследник Авраамова благословений. Аминь. Слава Богу, мир всем любящим Господа, спасибо за оттолкование. Да, Евгения Шульгана, слава Богу. Да, аллилуйя, хорошо. Да, друзья, аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо. И вот третий тост, это еще возможность действительно свидетельств о том, что Бог совершил в наших судьбах и совершает сейчас. Это еще для меня тост свидетельств таких, знаете ли. Вот, а потом, опять, уже доедаем мясо, доедаем мацу, горькие травы. Значит, и вот время четвертого тоста, когда приходит уже, вот, то вспоминается вот этот стих, седьмой стих уже. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из под иго египетского». Вот, четвертый тост, бокал четвертый, да, чаша, это уже, как бы, чаша Бога усыновления. То есть, Бог нас не только вывел из Египта, да, Он нас привел к себе. И Он принял нас, как детей своих, принял нас, как сыновей и дочерей своих. Вот в этом великое благо, в этом великое чудо. Что настоящая свобода, оказывается, это быть в нем, быть его, частью его, быть его детем, рабом. Не в том дурном смысле слова, древнем, а вот в настоящем, в истинном, хорошем смысле слова. Быть его слугой, вот так проще сказать даже, да. Вот, быть его сыном или дочерью, слава Богу. И Он принимает нас, как своих детей. Это, собственно, четвертый тост. Это даже не совсем даже пасхальные события вспоминаются. Это как бы продолжение Пасхи в Швот, да, Пятидесятница, когда Бог даровал Тору, заповеди дал, значит, им мы уже действительно восприняты им, как царственное священство, народ святой, взятый в удел. А тем более в Новозаветном формате, это тема потрясающая как раз. Это тема Бога усыновления, тема сыновства. Это четвертый тост, я очень люблю так же. Ну, а пятый бокал, он наливается в традиционной синагоге, но не пьется, когда гости расходятся. Если вы были на пасхальном еврейском седере, даже, кстати, мессианские общины многие это практикуют, пятую чашу наливают, смотрят на нее, как бы расходятся. Но, в общем-то, по совести-то до Иисуса Христа никто никогда ее не поднимал, эту чашу. Пятую чашу, пятый бокал, значит, всегда люди наблюдали за ней и уходили, расходились. Потому что эту чашу верили, действительно, должен поднять сам Машиах, сам Христос однажды. Вот, эту чашу должен поднять Мессия. И представьте себе, во время той пасхальной вечери, будем договорить, Иисус совершил немного раньше ее, получается, чем весь остальной Израиль. Так поступали некоторые секты, ну, в хорошем смысле слова этого, не в современном таком, дурном таком, ругательном таком смысле, а в старом, в том древнем смысле слова, как именно школа, направление, как бы, да. В древности слово секта не было оскорбительным, унизительным, это было нормальным словом, которое обозначало, как бы, ответвление, как бы, отдельное учение, как бы, отдельную школу, как бы, да. Вот, пример, вот, ну, секта, вот, пример, вот, в христианстве, да, секта, допустим, там, православных, секта католиков, секта баптистов, секта пятистников, секта еще. То есть, как школы разные, школы учения, учения, вообще так, учения. И знаете, вот, значит, а уже в современном звучании слова, да, секта уже чуть не оскорбительная Такое и ругательное стало уже вот так вот Ну, как бы это недоразумение, считаю, просто Так вот, и в древности, во времена Христа были разные вот эти секты Ну, в хорошем смысле, школы всякие, учения, да Вот, были, допустим, учения там фарисеев, да, судукеев, значит, книжники, да, были Вот, Иисус и Ишуа их часто ругал, обличал И обличал их не просто там в доктринах неверных А главным его посланием к этим направлениям, будем так говорить, да, иудаизма, основным таким направлением Вот, было обличение даже не в учениях ложных Только судукеев он однажды там укорил именно за неправильное учение, конкретное неправильное учение Вот, но он, значит, обличал именно их в лицемерии Вот, именно лицемерие, вот то, что Господь не переносит Действительно, лицемерие Вот, но было два направления еще, известных того времени, которые Иисус не обличал Это Зелоты, да, и, значит, Иесеи Кстати, и те, и другие были близки, значит, к Иисусу Значит, и тех, и других нельзя, они крайности, разные крайности, как бы, тогдашнего иудаизма Но и тех, и других трудно было обличить именно в лицемерии Потому что, ну, они были более малочисленны Во-первых, во-вторых, они были, состояли из людей, как правило, людей именно искренних Ищущих, действительно, ну, по-разному, как бы, ищущих, да, по-разному идущих По-разному верующих, но, как бы, вот, две фракции такие, крайние такие Правые и левые, будем так говорить Вот, и даже среди учеников его были Зелоты Значит, и, а второе, что Иисус, скорее всего, был очень близок И даже, скорее всего, даже сам где-то входил в дружбу с Иесеями И с теми, и с Зелотами, и с Иесеями И вот, Иесеи совершали Пасху раньше, чем весь Израиль Раньше, вот, этого времени, 14-го Ниссана Вот, по, ну, ну, сейчас не буду рассказывать уже, времени уже много, да Но скажу по некоторым своим религиозным соображениям Вот, называя себя Санами Света Противоставляя себя, значит, противоставляя себя всему остальному, фактически, уже Израилю Говоря о саддукеях, фарисеях и книжниках, как об отступниках и лицемерах В общем-то, значит, и Иесеи, они нарушали, кстати, как и ученики Иисуса тоже Нарушали многие предписания устные, предания, всевозможные предания, именно, точнее, предания старцев Которые шли, по сути, ну, как бы, либо в разрез со Словом Божьим Либо они не шли в разрез, но, как бы, для населения нарушение этих правил Было, как бы, то же самое, что нарушение заповедей Божьих Допустим, ученики Иисуса, да, они растирали там зерна, значит, там ели Это же не было нарушением-то, да, но, как бы, вот, искали придирку все время Придирались все время к Иисусу, к его ученикам Они ритуально не омыли рук, допустим, да, значит, и, значит, принялись есть, значит, их уже осудили уже Но шла речь о нарушении некоторых правил, как бы, да Вот, но Иисус, за Словом, в карман тоже не лез Он, значит, реагировал порой очень довольно жестко на, вот, происки вот этих вот лицемеров Он, допустим, сказал, а вы, говорит, вообще, вы заповедь Божью упразднили вообще преданием человеческим Когда? Как? А вот, если, допустим, к примеру, сын, да, он не хочет, ну, по каким-то своим соображениям Не хочет почитать своего отца, значит, там, ну, у них семейный конфликт, допустим, да Отца и мать своих не хочет почитать, вот Ну, а закон предписывает это делать И такая лазейка была, такая, преданием, что жертва, карман, значит, то, чем бы ты от меня пользовался То есть, имея, то есть, предание в том, что заключалось человеческое, старцев Что можно эту сумму, которую ты бы потратил на своих родителей, на их обеспечение, на их, ну, как бы, их пенсионный фонд, как бы, в твоих руках был, будем так говорить Их деньги То есть, твои деньги, на которые ты обязан был потратить сумму определенную Там, оговаривался процент от твоих доходов Которые ты был обязан потратить на своих родителей, чтобы они, ну, элементарно, нормально жили Будем так говорить, да? Ты обеспечивал их старость Но если ты не хотел этого делать, и у вас был, к примеру, семейный конфликт, серьезный, да? Как это, помнишь? Помните, да, когда такое старое, такое советское, такое было проклятие, такое, как бы Вот, дед, говорит, я как состаришься, зубы выпадут Я не буду тебе хлеб жевать, говорит, помнишь, да? Помните, да? Значит, вот нечто подобное Вот такой затянувшийся конфликт такой Значит, и, значит, вот человек мог эти деньги принести священникам в храм пожертвовать И заявить, что вот эти деньги, которые я бы потратил на своих родителей, но я решил их вот принести в храм И тем самым он освобождался, как бы, от обязанности, обязательства почитания своих, вот именно обеспечения своих родителей Вот, это явное нарушение было Слова Божьего Явное было противоречие Ну, хотя, согласно преданиям человеческим, тогдашним, будем так говорить, установлением, правилам Это считалось нормальным уже Вот так вот, то есть, это уже говорило о моральной деградации в народе Божьем, об отступничестве И о том, что священство услужливо вот таким, как бы, отступником придумывало всевозможные такие оправдания, будем так говорить Ради финансовой выгоды и прочее, прочее, прочее Вот, так вот, Иисус был знаком с этими, с иисеями не понаслышке Помните, когда, по поводу последней Пасхи, кстати, последней Пасхи Ученики спросили, где нам приготовить Пасху? Что скажешь, учитель? И он сказал, помните, да, эту историю? Он сказал, идите в город, и вы увидите такое знамение Вы увидите мужчину, несущего воду, водонос И за ним проследуйте Проследите И в дом, куда он придет Хозяину скажите Вот, где нам приготовить Пасху? И посмотрите, что будет Довольно интересная история В то время в городе увидеть мужчину, несущего воду Ну, невозможно было Понимаете ли Опять-таки, из-за религиозных преданий Предрассудков, будем так говорить Предания старцев, будем так говорить Потому что вообще нету В Торе нету запрета, конечно, мужчине носить воду Нету такого запрета Но, как бы, предание уже было такое Что это чуть ли не грехом Это даже грехом называли уже Согласно преданию То есть, должна была только женщина носить воду И даже если мужчина жил один, допустим Да, бобыль какой-то, он должен был нанимать Приплачивать какой-то женщине Чтобы соседке Которая бы ему тоже носила воды Вот, а если бы он сам бы Нес бы воду к себе домой Даже для своего пользования То его бы весь город бы осуждал бы Как чуть ли не отступника уже Вот так вот, что он выполняет работу Женскую работу выполняет Вот И была лишь одна секта В иудаизме тогдашнем Которая демонстративно не соглашала с этим И нарушала порой эти правила Порой и мужчины И этой сектой демонстративно носили воду Вызывая, конечно, осуждение В свой адрес большие Но Они делали это, показывая тем самым Что предания человеческие Они Просто Будем так говорить Не считают важным И это И нарушение этих правил Демонстрировали Показывая, что Они держатся лишь Слово Божьего Вот Такие как бы протестанты Вот тех далеких времен Это были и есеи Вот И Значит, братья пошли Значит, посмотрели Точно Видят Мужчина несет воду О, сектант Штунды какой-то Тогдашний еврейский Они за ним проследили Вот Значит И он принес Значит В дом Значит В воду Так И к хозяину Они обратились Ученики Иисусовые И говорят Вот Учитель говорит Где нам приготовить Пасху И Их ждал второй шок Первый шок Что мужчина нес воду Точно Явно сектант Вот А второе Что оказалось Что это конспиративная квартира И есейская Сектантская Ха А почему Потому что Они удивили Что оказывается Уже все было Все было готово К Пасхе Все было уже готово Как Весь Израиль Только собирается Готовиться Приготовляться А там уже все было Устлано Уже приготовлено Не может быть Это точно Только лишь Иесеи делали Загодя Перед всем Израилем Демонстративно Делая Пасху Праздную раньше Чем весь остальной Израиль Совершая ее Вот Именно там На этой конспиративной Явочной квартире Будем договорить Иесейской Иисус И совершил С учениками Своими Седр Этот пасхальный Еврейский Седр Конечно Там Было Получается Иисус Плюс Его 12 учеников Плюс Значит там Кто у них в доме Там был Я не знаю Дети были Не были у них На этой конспиративной Квартире Но по крайней мере Хозяин дома Он точно должен был Там присутствовать Тот слуга Что носил воду Тоже он должен быть Обязательно Вот Ну как Обычно рисуют Только лишь Иисуса 11 апостолов Но на самом деле Там должно было быть Чуть побольше народу Даже По крайней мере Значит домочадцы И Хозяин По крайней мере Квартиры Этого дома Предоставляя свой дом Для раввина И учеников Он просто Ну обязан был там быть Просто-напросто Вот я о чем говорю Ну и они Как говорится Барашка Уговорили За ужином Вот значит И остались Как говорится От козлика Рожки до ножки Вот значит Уговорили его за ужином Значит с горькими травами С опресниками Значит да Вот значит И поднимали все бокалы И пятый бокал Был налит Так же Конечно И есеи тоже не поднимали его Но они тоже верили Что Как и все остальные евреи Того времени Они верили Что однажды Машиах придет И бокал этот поднимет И представляете После вечера Когда уже было все съедено Выпито Иисус Совершает то Что Как сказать Просто Является Демонстрацией Его Посланничества Его Миссии Демонстрация Того что он и есть Христос Самим делом Он берет чашу После вечера Обращаю ваше внимание После уже вечера Берет чашу Ту самую Которую Называли всегда Бокалом Или чашей Машиаха Чашей Христа А в современном иудаизме Отступническом Я имею ввиду Тот иудаизм Та часть иудаизма Ортодоксального Которая еще не приняла Спасение Через Иисуса Христа Ишуа Как Машиаха Еще пока не приняли Это к сожалению Довольно большая часть Иудаизма Большая даже часть Иудаизма Современного Мессианская Еще растущая Бурно Но пока еще Более чем скромная В сравнении с Ортодоксальным иудаизмом Но ничего Я верю что скоро Ситуация изменится Кардинально Очень сильно Кардинально изменится Мессианское Пробуждение И в Израиле И в народе В целом еврейском В России Будет в ближайшие годы Просто Сногсшибательное Просто Потрясающее Будет пробуждение Слава Богу Так вот И пятый бокал Машиах Поднял И тем самым Своё королевство Объявило открытым Своё царство Царство небес И он сказал Пейте из неё Это есть чаша Новый завет В моей крови Которая за вас Проливается Интересно Что По поводу Пятой чаши Читается стих Тоже Для размышлений Восьмой стих И веду вас В ту землю О которой я Подняв руку мою Клялся дать её Аврааму Исааку И Якову И дам вам Её В наследие Я Господь Аминь Вот этот стих И Одно из объяснений Из комментариев Равинов Современных Допустим Почему Мы Традиционные Иудеи Ортодоксальные Не пьём Допустим Пятую чашу Они говорят Потому Ещё в знак Печали Потому что Это Как бы Уже Землеобитованный Бакал Судя по тексту Но в неё Из Шестисот тысяч Мужчин Призывного возраста Только лишь Два человека Вошло Иисус Навин И Халев Вот И печальная Очень статистика Представьте Да Согласен Печальная статистика Шестьсот тысяч Человек Мужчин Призывного возраста Было на старте Будем так говорить Вышло Из Египта А на финише Только лишь Два человека Печальная статистика Поэтому Права Всё-таки Русская пословица Цыплят По осени Считают Действительно Цыплят По осени Считают И выйти Из Египта Это одно Ещё А вот Войти В землю Обетование Это уже Другое Друзья Поэтому Спасение Наше Да Это и переживание Разовое И переживание Всей жизни Нашей И окончательный Этап спасения Это уже Земля Будем так Обетованный Это уже Царство Небес Но Я так понимаю Что в новозаветном Таком формате Из слов Иисуса Христа Я понимаю Это так Что и Наш Первый шаг И шаг Завершающий Уже Наше спасение Это всё Через кровь Иисуса Христа Только благодаря Крови Иисуса Христа Так вот И действительно Даже уходя С этой земли С поприща Нашего христианского Даже если ты Лет 50 60 70 Не знаю Проработал Может как Билли Грэм Там Всю свою жизнь Там лет 70 Там проповедовал Евангелие Христова И миллионы Миллионы душ Приобрёл Для Иисуса Христа Сотни миллионов Душ приобрёл Для Иисуса Христа Вот Порядка там Трёх миллиардов Человек Слышал его проповедь Значит На различного рода Собраниях Или Онлайн И прочее Потрясающий проповедник Конечно Фактически На земле Нет такого Среди христиан Точно нет таких Наверное верующих Которые бы не слышали О нём ничего Не слышали бы Его проповедей Вот Он попал В книгу рекордов Гиннеса Как именно проповедник Проповедовавший Самому большому количеству Людей В истории человечества Будем так говорить Вот Но даже если ты будешь Вторым билигрэмом И даже Или большим Ещё даже него Вот Проповедовавшим Евангелие Лет 80 допустим Там 90 Будешь проповедовать Евангелие Всё равно Уходя с этой земли Даже приобретя Миллиарды душ Уходя с этой земли Всё равно Ты должен понимать Что даже Всей своей деятельностью Даже на миллиметр Ты не приблизился К царству Вход В царство Только лишь через Кровь Иисуса Христа Бог Чтобы мы не гордились Он уравнял всех нас Чтобы никто не гордился Ничем Ни рясами Ни служением Ничем Абсолютно Что действительно Жизнь вечная Это дар Божий Во Христе Иисусе Господе нашим И действительно Это вот так Что Иисус Он сказал Что пейте из неё все Это есть кровь моя Нового Завета Которая проливается за вас Кровь Нового Завета Открывает нам царство Да Открывает царство Кровь Нового Завета Всё Нет других путей Иисус сам сказал о себе Ещё до того Как пролилась его Кровь его Он сказал Я есть путь Истинной жизни Кстати Когда он поднялся Бокал Последнюю Чашу Пятую Он Ещё Фактически Он ещё не умер Кровь его была в нём Но он уже сказал это Пейте Это моя кровь То есть Он совершил это Потому что он Агнец От века закланный Вечности ещё Мы не знаем даже Как это произошло Вообще Но знаем Во временном Пространстве Временном В нашем измерении Это произошло Тогда-то и тогда-то Две тысячи лет назад Слава Иисусу Христу Друзья Благоставляю всех вас Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Пусть Бог благоставит Друзья До встречи И на земле И на небесах В эфире Прямых эфирах И в эфире Вечном Слава Богу Завтра в 6 утра Подключайтесь на молитву Вот Завтра я проповедую в Киеве В одной из евангельских церквей Спасив Дим Называется церква На Лукьяновке Значит Там между Лукьяновкой И Дорогожичи Ну Я отдал в сети В социальных сетях Дал информацию Более подробную Вот И в среду По тому же адресу Я буду проводить У них там семинар На базе их церкви Значит Поэтому в среду Трансляции Скорее всего Не получится Или же Попробуем Если получится Может быть там Будет у кого-то Телефон С интернетом И скорость Если позволит То сделаю Прямо оттуда Включение Но если не получится Оттуда делать Включение То тогда уже Запись уже Выставлю Вот Но завтра вечером В понедельник вечером И вторник вечером Буду делать Прямые эфиры Отсюда Здесь С Киота Пусть Бог благоставит Вас всех До встречи Шалом Благоставляю Всех священническим Благоставением Уже вечер Уже наступила Девятая Ниссана Благоставляю всех вас Во имя Господне Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Благоставляю всех вас Слава Богу Аллилуйя 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 Аллилуйя